Мама мне вчера сказала, что салаты сельф-фальто, ой, чего-то я не то, сель под шубой с майонезом, чтоб была она вкусней, нужно мазать провансалем, всех порадуюсь гостей, янта есть вкусно. Здравствуйте, это Отведай, программа, в которой не только готовят, но и говорят. Сегодня у нас в студии прекрасные гости, это декораторы, владелицы интерьерного бутика Анна Брожевата и Екатерина Кулефеева. Здравствуйте. Здравствуйте. У девочек, кстати, сейчас самая такая жаркая новогодняя пора, в интерьерном бутике у них не пробиться толпа народа, они и сами, видимо, просто не пробились и приехали к нам на салон. Спасибо, девочки, что вы сегодня с нами. Ну, рассказывайте, что мы с вами сегодня сотворим вкусного и красивого. Сегодня мы будем готовить кексы, они будут с яблоками, украшены творожным кремом и с новогодним декором. Кексы с яблоком, с новогодним декором. Так, девочки, достаю продукты наши, у нас для этого все есть, мы это все приобрели в гипермаркете. Три кота. Смотрите, какао, сметанка, зефирки. У нас будет какао с зефирками. В самый раз, да, девочки? Еще вот такие посыпушки, да, кондитерские сверху. Хорошие, я вот не знаю, смотрите, яркие нарядные. Да, как раз подойдут отлично к праздничному столу. Здорово. Все, поехали. Девочки, ну я вот яблочко уже себе взяла, начну пока чистить, нарезать, да, меленько-меленько. А так, расскажите, что у вас сейчас первым делом? Мы начнем делать тесто, для этого нужна вон та лопаточка. Да, розовый, да, мне тоже нравится. Добавляем масло. Масло у нас комнатной температуры для того, чтобы мы могли его растереть с сахаром. Добавляем стакан сахара. Да, я пока разобью яйца. Нам понадобится два яйца. Отлично. Девочки, почему кексы, кстати? Почему вот такой выбор кексы и какао? Скоро в новогодние праздники, я думаю, что каждый хочет провести зимний вечер с семьей. Это всегда уютно, всегда так по-домашнему выпить чашечку любимого напитка, съесть что-нибудь вкусненькое. А, кстати, да, какао такой уютный, да, зимний напиток, прям самый такой, наверное, уютный. Девочки, ну давайте про вашу работу поговорим немножко. Как так случилось, что ваш дружеский такой дуэт стал в итоге бизнес таким дуэтом? Да, хотелось чего-то добавить красивого в город, хотелось праздника, потому что, делая себе ремонт, постоянно находились в поисках чего-то оригинального, посуды какой-то очень красивой, уютной, или бокалов, или каких-то необычных чайных пар. Да, пришла идея сделать магазин бизнес. Просто вот так вдвоем скооперировались. Да, мы сначала ходили по магазинам, вдвоем выбирали для себя что-то по-другим, ездили и за границей смотрели, постоянно замирали у витрин в таких магазинах. И потом пришла мысль, что, а почему бы нет? Поняли, что получается хорошо, взгляды, вкусы совпадают, почему бы нет? Здорово. Но ведь по образованию, вы декоратор или нет? Нет. Нет, я вообще закончила социально-культурный сервис и туризм, проработала в логистике порядка пяти, наверное, шести лет. Я тоже инженер по стандартизации сертификации пищевых производств. Вот так, да, да. Они сегодня вообще в тему. Вообще, да, прямо. Да, кстати, яблочки хорошо режете. Хорошо, да? Все, прям по стандарту. Похвала от специалиста по стандартизации сертификации производства. Производство, а декоратор – это вот то, что мне сейчас было нужно. Катя, а правда, что папа твой никогда не переживал, в принципе, за твое образование? Да, 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 да. И всегда знал, что если вдруг что-то там с университетом не получится, с профессией не сложится, то Катя станет хореографом. Да, папа мечтал, чтобы я была хореографом. Но я на самом деле, да, поступила в два института. То есть я поступила и на социально-культурный сервис туризм, где отучилась, и поступила в архитектуру, но поступила на художественную обработку металлов. До сих пор не знаю, что это такое, я туда не пошла. Не пошла, просто поступила, но и все, и на этом дело закончилось. Ну, как-то звучит это странно. Художественная обработка металлов. Да, что бы ты сейчас делала? Ну, наверное, что-то, да. Хотя на самом деле сейчас, я думаю, что это интересно достаточно, потому что ковка, ну, можно себя проявить. По творчеству. По творчеству ювелирная? Да, да, да. Смотрите, у меня яблочко порезанное, нужно еще? Мне сейчас надо яйца. Яйца. Да. И венчик, чтобы я все это взбила. Так, а у нас там тесто для кексов. Чтобы ничего не пропустить, ну-ка давайте еще раз. Так, получается, мы добавили масло, перетерли все это со стаканом сахара. Так. Добавили два яйца. Сейчас я еще хотела бы щепотку соли, для того, чтобы у нас яйца взбились лучше. Соль здесь. Так, щепотка это примерно как? Это примерно все. Ага. У нас получилось чуть больше, чем щепотка. Ну, мне кажется, что будут пикантные такие. Рискнем. Там же будет корица, так что будет такой пряный. Рискнем, а в конце посмотрим, как получилось. Но обманывать не будем, договорились. Вот как получилось, все на духу. Сейчас будет шумно. Так, давай, жужжи пока, я пока половинку дорежу. Шумно и во все стороны, да? Да ничего страшного, у нас всегда так случается. У нас операторы вот стоят в защитной объезде все. Специально для таких случаев они уже знают, каково это. Так, все, у меня яблочки уже готовы. Да, мы готовы добавить муку. Муки потребуется у нас один стакан. Так, подожди, я буду перемешивать, чтобы комочков не было. Один стакан муки. Еще. Хорошо. Как снежок падает. Да, кстати, очень такой, прям по-новогоднему получается. А сметанка, сметанка тоже туда? Да, сейчас там получается. Сметанка тоже в тесто, да, замешиваем? Ну, они такие у нас получатся, вообще не ПП. Не ПП, да. Прям, да, новогодняя, подстанка новогодних праздников. Ну, и зимний, холодный вечерок. Чтобы запасаться калориями, да, так, побольше. А потом на следующий день можно и на лыжах прогуляться, на санках. Ну, кстати, согласна. В теме новогодних праздников, девочки, где собираетесь их провести? Ну, мы работаем 31 числа, поэтому в домашнем уютном кругу, на работе. Да, да. Со своим любимым коллективом. Со своим любимым дружным коллективом, хороший у вас. Да, девичьим у нас такой коллектив. Ой, простите. Ну, жужжи, жужжи. Я думаю, можно уже добавить. Если надо. Да, сметанка. Вот это вот ложечка. Сколько нам надо сметанки? А вот тут как? Да. Тут все отмерено уже. Все прям до миллилитра вымерено по рецепту, как надо. Давай, жужжи. Так, ну, готово? Да, теперь нам надо добавить ванильный сахар. Или это может быть ванилин или ванильный экстракт. Ложечку. Ложечку, да, достаточно. Так, есть. Еще для такой особой теплоты добавим корицы. Можно я тоже? Также ложечку. Мне прям нравится. Я очень люблю все вот эти добавочки. Ну и яблоко с корицей отлично сочетается. Это прям будет так ароматно. Да, будет прям по-новогоднему. Так. Еще разрыхлитель у нас. Разрыхлитель. Разрыхлитель. Тоже ложечку? Да, ложечки будет достаточно. Я надеюсь, что это разрыхлитель. Оно все у нас такое похожее. Да, это разрыхлитель точно. Тут главное быть бдительным, чтобы чего-нибудь давать. Все быстренько все это заберем. Яблочки туда? Да, яблочки туда. Венчик можно убрать, в принципе. Яблочки туда. Так, ну можно я вот прям сюда, прям в этот перемешиваю? О, мне кажется, получится так вкусно будет. Ты можешь даже перемешать, если хочешь. Я оставлю это теперь. Хорошо. Я оставлю это теперь. Тесто у нас получилось такое воздушное. Девочки, ну расскажите, есть какие-то в ваших семьях новогодние традиции? Что-то такое особенное, но неизменное, новогоднее? Да, у меня общая семья большая, мы любим собираться все за общим столом. Вот, хоть у меня сейчас одна сестра уехала, всего у меня две сестры. У нас у меня мама, молодец, многодетная. Вот, у нас прям традиция или что-то вместе готовить. Недавно мы пиццу вместе пикли, то есть собирались всей семьей, рассказывали вместе тесто. Ну именно такие семейные праздники проводим вместе, то есть и дни рождения. Но Новый год прям неизменно всегда, это семейное очень событие в вашей семье, да? Да, ну последнее время, наверное, когда помладше были, хотелось куда-то уехать с друзьями больше, а сейчас, когда стали постарше, уже хочется какого-то семейного уюта. Ну и все равно у мамы всегда вкуснее, уютнее. У мамы, кстати, у мамы всегда вкуснее. Вот заметили, вот мне тоже так кажется, у мамы всегда вкуснее, у бабушки и у мамы всегда вкуснее, чем у себя самого. Уже выкладываем? Можем уже выкладывать? Да, мы можем уже выкладывать формочки. Так, давайте, будем экспериментировать, будем выкладывать формочки, как получится, ну вот, посмотрим. Ну они должны выдержать, я думаю. Должны выдержать? Да, симпатичные формочки, нарядные. Но мы сделали их двойными. Давай сразу все секреты раскроем, потому что побоялись, что если они будут одинарные, то совсем. Ну-ка, давай, я вот тоже. Катя, а у тебя как с Новым годом? Что делаете? У нас тоже, конечно же, семейные ужины традиционные на Новый год, рождественские. Но как-то из детства больше я запомнила, как мы ходили на лыжах с родителями. То есть это беговые лыжи были, вот эти вот подарочки от белочки, когда садишься в машину и пьешь чай с шиповником. Вот выросла я на Сахалине, поэтому там такая снежная, теплая зима и вот такие вот классные воспоминания. А до сих пор на лыжах катаешься? Катаюсь, но, к сожалению, не всегда это удается. Когда есть время, да? Да, когда есть время. Ну это не беговые уже лыжи, это горные. Раз уж заговорили с вами непосредственно про Новый год, пока мы, кстати, с Катей вот заняты, да, наполнением наших кексов, формочек, в формочек, в которых позже будут наши кексы. Аня, я хочу тебя немного попросить рассказать нам и нашим телезрителям про новогодний декор. Вы с собой очень много сегодня принесли в самой разной красоты. Рассказываю, это какие-то тенденции именно этого года или это просто новая коллекция, какая-то классика новогодняя? Расскажи нам. Конечно же, не обойтись без елочных украшений. Мы вот немножко принесли показать. Украшения могут быть прекрасные домики светящиеся. Они могут быть выставлены как на подоконнике или на праздничном столе или просто украсит детскую комнату, возможно, какую-то полочку или на камин. Камин в доме не обязательно должен быть дымовой. Сейчас очень много имитаций каминов, именно различные биокамины, которые создают особую атмосферу. И они вот именно с подсветкой светодиодной, прям действительно волшебные. Волшебные, да. Мы с Катей не удержались, тоже взяли себя по несколько домиков домой. На самом деле вообще очень сложно удержаться, когда получаешь новую коллекцию. Я не представляю, я не представляю, как вы. Каждый день окруженный этой красотой. И что самое интересное, Новый год у нас начинается где-то в марте, потому что мы коллекцию выбираем именно в марте. И когда мы едем, допустим, в Москву или куда-то еще за новогодним подарком, то нас спрашивают, вы куда? А мы к Новому году готовимся. А не рановато ли? Ну, готовься, не летом. Но за это время мы успеваем забыть, что же там приходит. И когда мы это все получаем, мы получаем новогодние подарки. Распаковываем, выбираем себе декор, своим друзьям сразу подарки, потому что потом можно не успеть. Не успеть. Да, это точно. Да, потому что у нас все в основном штучное, по многу ничего не приходит. Поэтому у нас многие покупатели прям резервируют себе товар заранее или говорят, там, сообщите нам, когда у вас придет аромат с елью, там, свечи с еловым запахом, чтобы я успела, ты мне в том году не хватила. Аня, перебью тебя на одну секунду, потому что у нас уже все готово. Мы отправляем эту красоту нашу в духовку. Духовку мы разогрели до 180 градусов. И запекаться они у нас будут минут 25-30. Минут 25-30. Катя, я предлагаю пока начать делать какао. Мы с тобой давай займемся какао, а Аня нам еще расскажет о всяких таких красивых моментах, да, связанных с нашими праздниками. Так, давай, для какао мы сейчас быстренько озвучим, да, что нам нужно. Нам надо разогреть молоко. Разогреваем молоко. Молоко у нас, кстати, от нашего генерального спонсора, это группа предприятий Янта. Современные продукты питания для всей семьи, высокого качества, из отборного сырья, вкусные и разнообразные. Молока нам сколько понадобится? Литр. Мы прям полностью все и вливаем. Так, молоко у нас здесь. Значит, нам его нужно подогреть, правильно, чтобы она у нас была теплая. Кстати, вот давай, Кать, я пока буду следить за какао за нашим, а ты, наверное, займешься кремом, да? Для крема мне получается надо масло, надо его немножко взбить, чтобы оно повоздушнее было. Я думаю, что, знаешь как, я думаю, давай его немножко сначала вилкой помнем, потому что, ну-ка, давай, можно я попробую? Давай помогу тебе, потому что мне кажется, что оно такое у нас, да, вот его, ну сейчас мы вот так его разомнем, будет хорошо. Вообще, обычно я вот как-то всегда растапливала масло в кастрюльке, но нам надо, чтобы оно было все-таки мягкое больше, да, не жидкое, а мягкое, да, потому что потом мы будем добавлять творог и, да, творожный сыр очень такой мягкий, легкий должен быть. Так, давай попробуем вот так, а если мы сразу выложим творожный сыр? Да, наверное, сразу мы все взбиваем и вместе уже все взобьем. Хорошо. Ага, творожный сыр. И вот прям масса такая густая у нас получается. Она сейчас станет более воздушной. Разойдется, да? Да, да. Так, я, получается, добавила масло, творожный крем и сейчас нам надо добавить сладости. Мы возьмем сахарную пудру. Сахарную? Это немножко нам облегчено весь процесс, потому что если брать сахар, а его тоже можно взять, но это чуть дольше надо будет вымешивать, чтобы сахар растворился. Сахарная пудра будет проще. Сколько? Давай пару ложечек. Пару ложечек. Давай, пока мы с тобой замешиваем крем, все-таки Аня нам расскажет, что в этом году модно в плане новогоднего декора, да, и праздничного убранства. Ёлки дома. Анечка, расскажи, пожалуйста. Уже несколько лет в моде эко-стиль. Это натуральные материалы, натуральные природные цвета, разнообразные веночки, сделанные из шишек, ягод, ёлки, сделанные также из природных материалов. И в этом году мы получили вот такую замечательную коллекцию игрушек, сделанные из дерева. Это ручной работы эстонских мастеров. Действительно, такие игрушки можно передавать из поколения в поколение, как наследство. А тебе не кажется, что все возвращается на круги своя, что уже когда-то, давным-давно, да, наши бабушки и дедушки украшали ёлку подобными игрушками. Конечно, не такими же. Конечно, материалы были, да, другие, может быть, краски были другие, но сама идея была вот эта. Да, потому что бывает, открываешь сундук, рассматриваешь игрушки, которые были, скажем, в советских временах у родителей, думаешь, так вот же сейчас что-то повторяется, то есть берутся там те же оттенки, возможно, те же формы, форма шишечки, я помню, была на ёлке, наверное, в каждой советской семье сейчас возвращается, опять же, ну, в новом, так сказать, образе, то есть используются различный глиттер, блёски, какая-то интересная инкрустация, возможно, что-то с кружевом связанное, вот, что выглядит более современно, по-новому, ну, навевает такое, что-то из прошлого, какие-то мысли. Погоди, интересно, а вот знак года, знак года влияет как-то на декор? Пятного года, конечно. Конечно, да. Будущий год – это год петуха, огненного петуха, петух очень любит яркие, всё яркое, яркие цвета, это красный, золотой, фиолетовый, голубой, поэтому, если есть игрушки с прошлого года, возможно, в красных оттенках или фиолетовых, голубых, то их можно смело использовать и комбинировать их с различным декором, в таких же оттенках ярких, ну, и также природные материалы всегда в моде, поэтому такие лоси из нашей новой коллекции будут прекрасным украшением любой ёлочки. Такие в свитерочках с орнаментом. Да, это всё, это эстонская марка, у нас новинка этого года, изготовлены вручную и вручную раскрашены. И плюс ещё тут такой интересный элемент, что дерево обожжённое, за счёт этого видно вся текстура, и такие интересные свитерочки прорисованы. Красота какая. Девочки, так, у меня молоко, давайте немножко прервёмся на виду, потому что оно уже практически закипает, и нужно добавлять туда какао. Сколько ложек? Сколько берём ложек? 10 ложек добавляем какао и размешиваем. 10 чайных или 10 столовых? Чайных. Чайных 10. 10 чайных. Вот такой это важный был момент. Хороший вопрос, Катерина. Да, добавляю 10 ложек. Давай, наверное, буду помешивать в это время. Да, давай. Может быть, лопаточкой лучше, как вот тебе, если... Или лучше ложечкой. Ложечкой. Ну давай, ложечкой, чтобы оно у нас комочками не собралось. А сколько я сейчас засыпала? Вот ты посчитала? Три. Ну, пусть будет три. Четыре пошло. Ну, на самом деле, я люблю крепкий и кофе, и какао. Такой насыщенный, да? Да, и плюс у нас ещё будут зефирки, поэтому будет достаточно сладко. Сейчас нам надо размешать всё это. Всё, да, чтобы не осталось у нас комочков, да? А может быть, может быть, давай я буду пока перемешивать, а ты займёшься кремом, перекладывать его в кондитерский мешок? Ну, давайте я. Давай, Аня. Я сейчас проверю наши кексы, как они здесь. Ой, ну они уже такие хорошо подрумяниваются, уже прям чуть-чуть. Готовы у нас наши кексы, они за это время уже успели у нас остыть. Чуть-чуть они осели, просели немножко, но это не беда, Аня. Главное, чтобы было вкусно, правильно? Да. Такой очень домашний вариант. Сейчас мы будем их украшать. Ну, вперёд, давайте. Как у нас это получится? У нас Аня ответственная за крем, а мы с Катей будем такими разными цветными посыпушками кондитерскими это всё делать. А мы с тобой пока начнём, да? А давай мы сразу будем сюда выкладывать, да, и может прямо здесь? А мы какими? Любыми, вот на мой вкус. Да, как тебе нравится. Да, можно я вот такой сделаю один наряд. У нас так забавно. Крем сверху кекса. По-домашнему ты же сказала, да? Да, он так получился. А я бы зефирками украсила. А давай я тебе тогда, да, зефирки отдам? Давай ты. А только зефирками или сверху тоже посыпать? Я думаю, что зефирок будет достаточно, а ты делай. А я разными, давай, да, и звёздочки тоже сделаю. Девочки, вот расскажите мне пока, я вот тут красотворю, как вы делаете закупки. То есть вы вместе, или кто-то один из вас закупает. И вообще как выбрать, как понять, что будет модно, что захочет покупатель? Вот как это всё у вас происходит? Ну, делаем мы закупки вдвоём. Потому что это проще. Потому что бывает такое, что Аня очень сильно нравится, мне не нравится. И чаще всего это мнение верное получается. Потому что что-то такое среднее. И плюс мы всегда, конечно, ориентируемся на вкусы наших клиентов. Девочки, ну у меня как-то так. У меня оно всё-всё-всё вот так вот сразу получается. Вот смотри, я знаешь, как предлагаю? Я предлагаю вот оставшиеся, вот в эту чудесная тарелка такая, Дед Мороз у нас. Да, это тоже наша новая коллекция. Дед Мороз, снеговички. Прям очень классно. Вот давайте в ней и оставим тогда, да? И что, будем тогда разливать какао по чашечкам? Наши кексы готовы, да? Да. Ну всё, дело за малым осталось. Готовим кексы. Мягкое сливочное масло растираем с сахаром. Добавляем яйца, муку, сметану, разрыхлитель, ванильный сахар и корицу. Всё тщательно перемешиваем. Добавляем порезанные небольшими кусочками яблоки. Ещё раз всё перемешиваем. Раскладываем тесто по формам и ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут. Тем временем делаем крем. Сливочное масло взбиваем с творожным сыром и сахарной пудрой. Должна получиться лёгкая воздушная масса. Даём кексам слегка остыть и украшаем сверху кремом и различными кондитерскими присыпками. Подаём кексы с горячим какао. Так, девочки, держите. Снеговик и Дед Мороз. Аккуратно горячий. Кстати, а вы знаете, что какао это не только очень вкусная штука, но и очень полезная. Мы когда какао пьём, он стимулирует выработку эндорфинов, гормонов счастья. Последняя кружечка. Это, кстати, между делом любимый напиток Алика Болдуин. Он, кстати, собирался приехать к нам на программу, но не смог. Билетов. Пьёт какао дома. Мы ему оставили. Много кружечков. Как у нас красиво всё. Ещё не хватает зефирок? Да, зефирок. Какая красота у нас праздничная получилась. Мне тоже. Можно зефирки? Девочки, ну вот у меня есть к вам такой один вопрос. Если бы сейчас была возможность написать письмо Деду Морозу, составить список подарков, самым первым и самым желанным что было бы? Аня, что у тебя было бы? Ну я хочу новую машину. Ну ничего тогда. Нормально. Сразу, да? А Дед Мороз, он такой, он может, да, и машину, и квартиру. Как хорошо. Ну Дед Мороз, он у всех разный. Вот как бы кому-то может квартиру, машину, кому-то не может. А у тебя, Кать? Наверное, если не из банальных, потому что машину, то мы и сами заработаем на машину. Но хочется, чтобы в новом году, это уже как тос, наверное, да, будет звучать. Здоровье и благополучие близких, родственников, это всегда важно. Поэтому хотелось бы в новом году, чтобы у всех было все хорошо. Это действительно важно. Это самое главное. Девочки, очень вкусно все получилось. Очень красиво, очень празднично. И я вот тоже хочу пожелать нашим телезрителям, чтобы в празднике на их столе была вот такая красота. Девочки, вам большое спасибо, что уделили нам время, были с нами за беседу и за красоту, и за вкусности. У меня для вас есть два подарка от нашего генерального спонсора, от группы предприятий Янта. Спасибо. Чтобы вам готовилось в празднике вкусно и легко. Тяжеленький пакетчик. Спасибо вам еще раз. Спасибо большое. Это была программа «Отведы». С наступающими вас праздниками. Увидимся. До встречи.